Добрый день! Сегодня нечто необычное. Это шейпмод кубика 2х2 от компании Мою. Называется Young John House Toolers Magic Coupe. Да, я сейчас, наверное, немного удивительно видеть Мою Coupe сайт и у Айджей название рядом на одной головоломке. Но этот кубик с тех времен, когда фирмы еще не разделялись и у Айджей выступал одним из саб-брендов компании Мою. Но сейчас они уже разделились и кому достался кубик-домик, я не знаю, пускай будет у Мою. Хотя код товара здесь у Айджей какой-то 8.3.1 и скорее всего 5 под наклейкой. Зачем я это купил? У сына в лагере сломался кубик 3х3. Желонг. И я решил заказать ему новый, а заодно увидел куб-домик, которого у меня не было. Я покупал на Азоне, было недорого, поэтому вот. Особой ценности в нем, конечно, нет, но экземпляр такой забавный. На коробке можно увидеть, что бывают три цвета. Голубой, желтый и розовый. Вот мне достался розовый, хотя я особо и не выбирал. 287 рублей он мне обошелся. У меня здесь для сравнения наставил кубик 2х2 от X-MEN. Мы видим, что сопоставимый размер деталек, но чуть покрупнее с обычной двушкой. Полностью розовый 2х2. Сверху крыша и есть труба. Это делает элементы вот этого слоя не одинаковыми, наличие трубы. Если здесь посмотреть, то мы замечаем, что элементы по форме одинаковые, но если поворачивать, вот этот встанет на место этого и будет в другом положении. Значит уже и не особо одинаковые. Но зато мы можем этот поставить на место этого. Ну, диагонально будут они совершенно такие же. Но поскольку в кубике 2х2 диагональная перестановка это ничего необычного, так что особенность не такая уж и интересная. Давайте покрутим. Вот строение посмотрели. Все хорошо. Вращается как старая двушка, а это и есть старая двушка. Пластик на ощупь приятный. Цвет, конечно, на любителя. Но, наверное, кому-то понравится. Собираем будем так же, как 2х2. Но, если посмотреть с позиции логики, то было бы неплохо сначала собрать фундамент домика, а потом уже крышу. Но эффективнее будет собирать наоборот. Сначала крышу, а потом уже остальное. К примеру, видим вот 2 элемента с кусочками трубы. Их, вероятно, нужно поставить рядом. Как-нибудь. Просто интуитивно. Так. И вот у нас уже 2 уголка стоят рядом. А в кубике 2х2 всего 8 внешних элементов и все они углы. Дальше. Вот этот элемент стоит вроде где надо, но как-то не так. Значит, мы будем его разворачивать. Разворачивать. Можем, кстати, вот так вот поставить. А мы понимаем, что труба-то на боку. Кажется, вот домик. А если посмотреть на картинке, то даже издалека-то похоже. Но вот такая щель в коньке вряд ли какого-то домовладельца устроит. А значит, собрана не так. А вероятно, труба должна смотреть вверх. Вот она, труба. И собирать нужно остальные элементы вот здесь. Как-то так. Сейчас собралось легко. Давайте как-нибудь разрушим, чтобы по одному собирать. Вот, к примеру, я поставил один элемент. И осталось еще один. Чтобы не ломать уже собранное, делаем просто пиф-паф. Ну, не встало как надо. Делаем пиф-паф еще. И еще. Ну, до тех пор, пока не встанет как надо. Немного поскрипывает. Клинит. Ну, ничего. В итоге, вот, крыша стала гораздо симпатичнее. Да, и мы видим здесь вот свесы. Я, как инженер-строитель, замечаю те элементы, которые должны быть в двускатной кровле. Ну, вроде похожи. Переворачиваем. И смотрим, что здесь. Здесь все как-то так намешано. Из вот этого всего надо найти элемент, который, ну, уже стоит хорошо. Относительно крыши. Да, вот, посмотрим. Например, вот этот уголок. Он со всех сторон выступает. Этот. Тут не доходит. Тут выступает. Этот. Тут нормально. И тут нормально. А значит, вот этот элемент ориентирован правильно. Если такого не нашлось, можно, конечно, повращать. Да. И встанет на свое место. Но вращать есть смысл не более одного раза. Так как противоположные, одинаковые. А вот сейчас вот. Нет ни одного на месте правильного. Все неправильные. Если вот так вот повернуть, один правильный найдется. Тут все хорошо. А значит, вот эти три нужно привести к такому же виду. То есть можно также пиф-пафами это делать. Можно использовать какие-то алгоритмы из метода Фридриха. Ну, к примеру, я могу прокрутить рыбку. Да, если вы хотите научиться собирать два на два, в описании есть ссылка на обучающее видео. Видим, что что-то особо не поменялось. Делаем еще одну рыбку. Если повернется. И что случилось? Вот, по-моему, вот этот уголок стал тоже хорошо. Вот у нас два теперь по диагонали хороших. Получается, вот эти два ориентированы правильно, но остальные два можно развернуть пиф-пафами. Предполагаем таким образом. Слева, сверху, сзади. Делаем два пиф-пафа. Смотрим, что получилось. Вроде стоит хорошо. Если бы стояло плохо, делали бы еще два пиф-пафа. Продолжаем с этим. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Стоит не очень. Делаем еще два. Так. Ну и домик внезапно собрался. Хотя, может быть, и не так. К примеру, если сделать здесь комбинацию под названием ТПР. Мы можем получить вот такую вот картину. Два угла стоят хорошо, а два нет. В принципе, это единственная картина, которая здесь возможна, если собирать начиная с крыши. Так как перестановка по диагонали, здесь незаметно диагональные элементы одинаковые, и изменений мы не заметим. А значит, чтобы решить вот это, нам нужен любой алгоритм, который переставит вот эти два угла. Он поменяет их местами. Мне нравится ТПР, но можно использовать алгоритм из метода для начинающих, для кубика 2х2, семерку. Вот этот. Меняться будут два задних уголка. Можно использовать лямбду. Ну и опять делаю ТПР. И вот он, розовый домик с трубой 2х2 особо. Есть домик 3х3 разных версий, а вот домик 2х2. Сложность невелика, но для начинающих может быть интересно. Мне же для коллекции. Быть может, дети пособирают. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.